Деревья стали шуршать по-особенному, а значит близится 1 сентября с его детственно чистыми тетрадями, новыми ручками и обещаниями сделать что-то лучше. Обычно такие штуки покупают для детей, но я купила для себя, поскольку с детства пишу как курица лапой. Этому есть несколько причин. Во-первых, постановке почерка в моей школе почему-то было уделено совсем мало времени. Универ же с его необходимостью конспектирования лекций окончательно добил мой почерк. Во-вторых, мои мысли обычно гораздо быстрее рук, и тороплюсь их записать. Сейчас мне приходится писать не так часто, но каждый рукописный документ становится мучением. Буквы кривенькие и неразборчивые. Я решила попробовать изменить ситуацию, заказав насадку на ручку, а также пару прописей на озон, ступень 1, ступень 2. Насадка для исправления техники письма выполнена из гибкого силикона, легко надевается, но подойдет только на тонкую ручку или карандаш. Длина 3,4 см. Диаметр бочоночка, обхватывающего основание ручки 1,5 см. Я так понимаю, что эта насадка нужна для того, чтобы ребенок не заваливал и не выгибал руку. Возможно, моя ситуация безнадежна, но мне писать с этой насадкой не слишком удобно, а почерк стал более неуверенным. Допускаю, что я как-то не так ее использовала. На момент моего заказа доставка была бесплатной. Прописи в основном состоят из различных замысловатых закорючек, и только в небольшой части из существующих слов. Я думаю, это сделано для того, чтобы разорвать устоявшиеся паттерны написания. К слову сказать, такие аналогичные прописи можно легко найти в интернете, но мне приятнее писать в тетрадочке, а не на распечатках, да и чужую интеллектуальную собственность все же нужно уважать. Из минусов в тетради могу отметить отсутствие детального объяснения прятка написания букв со стрелочками. Видимо, предполагается, что и так все понятно. Нет, не понятно. Например, меня поставила в ступор буква Р и Ф. Мои знакомые пишут эти буквы по-разному. Также нет советов по посадке за столом и правильному положению ручки. В попытке восполнить пробелы в знаниях однажды я провела весь вечер за просмотров видео о каллиграфии и постановке руки, но до сих пор не могу избавиться от зажатости запястья. Я пишу в прописях медленно, стараясь повторить писание как можно лучше, на один разворот у меня уходит около получаса. Ищу фото прописей. Результат использования прописей пока противоречивый. Я закончила первую ступень и перешла ко второй. Могу сказать, что поняла, что некоторые буквы писала не совсем правильно. Но моим способом получается гораздо быстрее и удобнее, хотя и не так аккуратно. То есть теперь в моем арсенале просто добавился парадный почерк. Дома у меня висит большая магнитно-маркерная доска для записей, которую я принесла после ликвидации предыдущего офиса, на ней мы фиксируем списки дел и покупок и прочую текущую информацию, кстати, очень удобная штука. Так вот, недавно мама спросила, чей такой красивый почерк на доске, и я с гордостью ответила, мой. Но надолго меня не хватает. Как пишут в интернете, для исправления почерка надо стараться вообще не возвращаться к старому варианту написания, и тогда за месяц другой ситуация улучшится. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Все ссылки в описании к видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!